Резиновые сапоги и перчатки вместо мелой указки. Педагоги 36-й Карагандинской школы сегодня вынужденно переквалифицировались в уборщиц. Вчера вечером в образовательном учреждении произошел пожар. Что сегодня происходит на месте происшествия? И получились ли у школьников внеплановые каникулы, знает Людмила Батюшкина. Горит 36-я школа. Почти вся крыша горит. 36-я средняя школа загорелась около 9 часов вечера. Сработала пожарная сигнализация. К счастью, в это время в здании находился один сторож. Он и сообщил о пожаре. На место прибыло 55 пожарных на 15 машинах. Ликвидировали возгорание через 2 часа. К этому моменту здание лишилось кровли на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Соцсети заполнились комментариями, в которых фразой дня стала «мечта сбылась». Всю ночь в школе работал оперативный штаб. Сегодня в ней полным ходом развернулась уборка. В ней задействован техперсонал и свободные учителя. Помогаются сотрудники других школ. Внутренние помещения не пострадали от огня, но все три этажа залиты водой. Прогулять школу у учеников не получилось. Уже сегодня с 8 часов утра все учащиеся, а это почти 700 человек, переведены в соседнюю 17-ю школу. Там для них освобожден весь третий этаж. Раз уж так получилось, мы сразу же с областным управлением Горано посоветовались. Организовали штабы и составили расписание. Выяснили, сколько кабинетов они смогут нам дать. Сегодня дети приступили к занятиям в две смены. Дети не должны оставаться без занятий. Родителям все объяснили. 75 воспитанников мини-центра будут посещать другой детсад и мини-центр при школе номер 8. Крышу уже начали разбирать. По словам чиновников от образования, в этом году в школе был проведен только текущий ремонт. Капитальный запланирован на 2019 год. Уже разработана ПСД. Выезд был Акима города Караганды. Он дал поручение, что сейчас будут готовиться постановления. И по возникшим ситуациям, неотложной, такая честь ситуация, будут выделены деньги. Сегодня вот уже начатая работа, как вы видели, уже работники, рабочие уже работают по очистке данной территории. Это будет устранено в ближайшую неделю. Все возможные работы будут делаться и планируется через неделю запуск школы. По версии специалистов испытательной пожарной лаборатории, причиной пожара стал электротехнический источник зажигания в чердачном помещении школы. Что это было конкретно, не уточняется. Возможно, короткое замыкание, перегрузка или попадание воды.